Меня зовут Денис Аникин, я работаю в компании Mail.ru, я технический директор почты и облака Mail.ru. И сегодня я расскажу вам про кейсы использования нашей базы данных Tarantul. Сначала пару слов о том, что такое Tarantul. Tarantul – это база данных с открытым исходным кодом, то есть его кто угодно может скачать с GitHub и использовать. Использовать как в коммерческих приложениях, так и в некоммерческих, и все это бесплатно. Разрабатывается он в Mail.ru уже достаточно давно, больше 7 лет. И, по сути, основное применение этой СУБД рассчитано на высоконагруженные системы. Если вот так вот кратко сказать, вообще в двух словах, основное отличие Tarantul от всех других СУБД, то это база данных, которая в себе сочетает, как и свойства, настоящая база данных, транзакции, репликации, все, что касается надежности. Но при этом она такая же быстрая, как и кэши, как Memcash или как Redis. Собственно, в Mail.ru там добрая половина продуктов основана на Tarantul. То есть, может быть, даже больше, чем половина. Вот. Ну и перед тем, как я беру конкретным бюсткейсом, просто вот чуть-чуть технических деталей на тему, когда мы используем Tarantul в Mail.ru. В каких случаях? Если есть у нас некоторая СУБД, и при этом от нее требуется свойство кэша, то есть она должна уметь делать, я не знаю, 100 тысяч апдейтов в секунду, у нее должно быть очень хорошая лейтенция, типа там 1 миллисекунда или меньше, ну и прочие свойства кэша. Если мы этого хотим от СУБД, например, от MySQL, а СУБД этого не умеет, то в этом случае мы используем Tarantul. Особенно если эта СУБД шардирована, потому что много шардов на самом деле они лишают СУБД ее основного свойства, то есть перестают работать транзакции, теряется целостность и прочие проблемы. И в этом случае Tarantul нам очень сильно помогает, потому что мы, оставаясь в том же поле баз данных, то есть не теряя ее свойства, мы при этом приобретаем все новые свойства, которые характерны для кэшей. То есть если кратко, то быструю скорость работы, по сути. И наоборот, например, если есть кэш, там любой мем кэшди или редис, или что-то еще, если нам от этого кэша требуются некие свойства, которыми кэш не обладает, персистенс, то есть это надежное хранение данных на диске, транзакции и так далее. Хранимые процедуры, кстати говоря, очень важная штука, которых обычно в кэшах нет. Она позволяет уносить логику на сторону хранилища данных. Если нам эти свойства тоже все нужны от кэша, которых в кэше нет, то мы тоже в этом случае применяем тарантул. Ну и еще такой один кейс очень интересный. На самом деле понятно, что можно, в принципе, жить на высоконагруженных проектах и без тарантула. То есть, допустим, вам нужны свойства и базы, и кэша, грубо говоря, в одном флаконе, можно, в принципе, сделать следующее. И это очень популярная схема. Поместить кэши как бы поверх базы данных. То есть что это означает? Что все запросы идут сначала в кэш. Если в кэше данные есть, то пользователю отдаются данные из кэша. Если их там нет, тогда, соответственно, происходит запрос в базу данных. Все обновления всегда идут сразу в базу данных, ну и в кэш тоже. Потому что мы не можем что-то хранить в кэше, не сохранив это в базе. Потому что иначе мы эти данные можем потом потерять. Вот. Такая схема, она позволяет, с одной стороны, получить некие свойства с УБД, но не все. Например, вот транзакции и хранимых процедур нет. Да, потому что, когда появляются две системы, то никаких, ну и вторая, особенно кэш, да, ни о каких транзакциях уже нету речи. Теряется в каком-то смысле репликация, потому что данные в базе реплицируются, а в кэше уже как бы не совсем. Ну, очевидно, что теряются хранимые процедуры, ну и прочие другие свойства баз данных. Собственно, свойства кэша тоже, они как бы частично есть, частично нет. То есть, да, все становится быстрее, потому что все обращения на чтение, они работают быстро, но при этом, например, обращение на запись быстрее не становится. Вот. Плюс разные другие штуки, то есть там, если база данных, там, не знаю, затормозила, потому что там у нее происходит там вакуум таблицы или что-то еще, то, соответственно, система на запись тоже будет тормозить, потому что без базы данных запись не работает. То есть это, ну, в целом, это рабочая схема, она позволяет достичь, ну, как бы, свойства и базы, и кэша в одной системе, и если этого достаточно, то такую схему и надо использовать. Вот. Ну, правда, эта схема дает некие новые проблемы, например, вот две такие очень популярные проблемы – это несогласованные данные и холодный старт. Несогласованные данные означают, что данные в кэше и в базе просто могут быть разными, потому что кэш и базы не являются репликой друг к другу, они просто являются двумя отдельными сущностями. Холодный старт, когда кэш стартует, он пустой, все запросы летят в базу, все работает медленно. Вот. Ну, естественно, если в целом такая схема устраивает, то ее нужно использовать. Если, как бы, ну, наличие частичных свойств СУБД и кэша и наличие этих проблем – это нормально, и это не влияет ни на что. Но если этого недостаточно, тогда, соответственно, мы применяем тарантул, потому что он все эти проблемы просто решает из коробки. В этом его, собственно, суть. Собственно, именно для этого он и был разработан, чтобы в том числе не городить вот такие вот сложные гетерогенные системы, состоящие там из нескольких хранилищ, а чтобы просто в одном хранилище нормально, спокойно все горячие данные хранить. Ну, вот на этом слайде вы видите, там, так, в принципе, коротенько, какие штуки, ну, какие фичи дает тарантул. Ну, и просто ради интереса я тут перечислил свойства специфичные как бы для кэша, чтобы было понятно. Ну, они все в основном про скорость, про вот быструю скорость работы. Вот. Но в СУБД вот в таких как там, ну, я не буду называть имена конкретных СУБД, вы их все знаете, ну, классические традиционные базы данных. У них этих свойств нет. Вот. У тарантула при этом они есть. И наоборот, свойства СУБД, их там очень много, там, транзакции, там, вот все эти сложные структуры данных, там, таблицы, первичные индексы, вторичные индексы, хранимые процедуры и так далее. Опять же, в кэшах тоже их нет, этих свойств. Вот. А в тарантуле они присутствуют. Собственно, вот. В принципе, графически это можно представить так, что есть, как бы, база данных, которые нацелены на надежность, и есть, ну, как бы, такие новые базы данных, там, новую SQL, которые рассчитаны больше на скорость. Вот. И это, как бы, два разных мира, они вот, ну, в основном не пересекаются. И просто мы с помощью таранта эти два мира объединили в одном решении. Вот. Ну, это достаточно успешно применяется. На практике. Вот сейчас, собственно, про это и расскажу. То есть оставшаяся часть доклада будет как раз посвящена кейсам использования тарантула. Именно в Mail.ru. Будут, ну, кейсов очень много, на самом деле. Я выделил тут три кейса. Это система аутентификации. Это система пуш-уведомлений. Это система показа рекламы. Это такие самые высоконагруженные кейсы. Вот. Давайте начнем с системы аутентификации. Система аутентификации, на самом деле, она… Это какая-то… Это система, обладающая рядом таких, казалось бы, противоречивых требований. То есть, например, она очень, ну, как бы, востребована пользователями. То есть, потому что каждый хит на веб-сайт или на мобильное приложение, он всегда должен проверить аутентификацию. Там, проверить куку, токен, чего угодно, но мы не можем пользователя просто так пускать. Там, на нашем портале, на портале Mail.ru и на мобильных приложениях количество запросов в секунду исчисляется миллионами. Именно в системе аутентификации. Вот. Низкая лейтенси. Лейтенси – это время между запросом и ответом от базы данных. Обязательно должно быть низкой лейтенси, потому что иначе просто все будет тормозить. Вот все. Там, в том числе и, не знаю, там, веб-сервер, который использует аутентификацию, он ждет базу данных. Пока он ждет, он занимает там какой-нибудь поток или процесс, у него данные висят в памяти. Это тоже потребляет серверные ресурсы. То есть вот медленная работа системы аутентификации может за собой потащить, ну, кучу-кучу проблем. Поэтому она должна работать просто моментально. Высокая доступность. Ну, тоже очевидно, что если система аутентификации, не знаю, там, в одном проценте случаев будет не работать, значит, и весь веб-сайт будет в одном проценте случаев не работать. Постоянно ходит в хранилище. Тоже, смотрите, очень важная штука. Каждый хит системы аутентификации – это проверка сессии, пароля, токена, чего угодно. То есть это нужно куда-то сходить и чего-то проверить там. Вот. Плюс у этой системы должна быть там анти-брутфорс, антифрод, потому что ее постоянно пытаются все сломать. При этом нужно делать транзакции, то есть в смысле изменять что-то, потому что, там, не знаю, случилась аутентификация, нужно посмотреть, хорошая ли она, плохая, обновить место, время аутентификации и все прочие какие-то параметры для системы анти-брутфорса. И это прямо запись уже. То есть это прямо транзакция в базу данных. И это запись, которую нельзя терять. Вот. Много неизбежной лишней работы. Тоже это интересная штука. Когда систему все пытаются сломать, то, по сути, за кулисами происходит к ней очень много обращений, которые генерируются непользователями. То есть эти обращения, они нам не несут трафик, деньги, что угодно. Они просто лишние. Но их приходится обрабатывать, проверять на антифрод и так далее. Большой размер данных, естественно, потому что вся пользовательская база должна там храниться. Вот. Ну и там еще некоторые фичи. И вот они такие. Они суммарно такие, может быть, противоречивые слегка. То, что какие-то из них, из этих фичей реализуются обычно кэшами, какие-то наоборот, базами данных. Ну, собственно, система аутентификации должна быть такая же надежная и долговечная, как грузовик, но при этом такая же быстрая, как спортивная машина. Как красная спортивная машина. Вот. И, в общем-то, Тарантл как раз нам в этом смысле очень помог. На самом деле система аутентификации – это, по сути, один из его, наверное, первых кейсов использования в Mail.ru. На картинке тут кратко написано, как оно работает. То есть, вот, например, только на проверке логинов и паролей 50 тысяч транзакций в секунду происходит в Mail.ru. Система антибрутфорса, система аутентификации, она каждый раз читает и пишет в Тарантл. Это вот суммарная нагрузка, она где-то миллион запросов в секунду от всего суммарно, от всего портала, от всех мобильных приложений, от всех там AJAX запросов, не AJAX запросов. Вот. И суммарно она работает вот четыре сервера, всего четыре сервера прямо под сессии и восемь серверов под профили. Причем это сервера не какие-то там не брендовые специальные, а прямо самые обычные сервера с обычными процессорами и так далее. То есть, ничего космического. Вот это была система аутентификации. Следующая система – это система пуш-уведомлений. Тут кейс следующий. У Mail.ru есть очень много разных мобильных приложений. Но, как все вы знаете, мобильные приложения не любят пушить пользователей. То есть вот пушить – это означает, что пользователь получает асинхронно нотификацию от мобильного приложения. И дальше это заставляет пользователя оставаться дольше в мобильном приложении. И чем больше вы пушите своих пользователей, тем больше вы их удержите. То есть это очень такая хорошая и благодарная штука. А теперь как оно устроено под капотом в Mail.ru. Нужно, по сути, на сервере, когда происходят какие-то события, там, не знаю, пришло новое письмо, появилась новая новость, пришло новое сообщение в мессенджер, нужно пропихнуть это уведомление на мобильные телефоны конечных пользователей. Напрямую это сделать невозможно, естественно. Поэтому Apple и Google, они предоставляют API для iOS и для Android, посредством которых можно дергать мобильные приложения. Но опять же напрямую с сервер-сайда дергать эти API нельзя. Сейчас я объясню почему. Плюс каждый раз, когда генерируется какое-то событие, нужно куда-то сходить в какое-то хранилище, чтобы понять вообще, какому пользователю это событие доставлять. И плюс взять оттуда токен, потому что Apple и Google API, они работают с токенами. Здесь нужно откуда-то прочитать. Причем сделать это нужно очень быстро. Мы для этого используем Tarantle как раз. Просто потому что требуется очень высокая скорость работы и очень низкая latency, что важно, поскольку события, которые генерируются на сервер-сайде, они генерируются из большого количества разных контекстов и серверных окружений. И никогда нельзя на сервер-сайде тормозить, ждать секунду-две секунды, потому что иначе по цепочке все начинает работать медленно вслед за этими тормозами. Собственно, по той же причине мы ходим в iOS и в Android не напрямую с сервер-сайда, а через очередь. И очередь тоже Tarantle. То есть на самом деле Tarantle может представлять и сервис очередей тоже. Причем персистентных и реплицируемых очередей. То есть при падении машины никто ничего не замечает. При этом при выходе из строя диска тоже все хорошо. При перезагрузке сервера тоже все хорошо, потому что все персистится на диск. И на вторую реплику тоже. Соответственно, опять же, эта система позволяет сервер-сайду работать. Вот смотрите, тут две такие стрелочки. Раз и два. То есть сервер-сайд работает напрямую только с быстрым хранилищем. А все медленное, оно уже вот здесь, дальше. За очередью как бы. Вот. Такой очень интересный кейс, позволяющий сервер-сайду быстро все обрабатывать. Суммарное количество запросов в секунду у нас порядка 200 тысяч на этой системе. Это и чтение, и записи, потому что обращение в очередь – это запись. Вот такой кейс. Ну и последний кейс сегодня – это система показа рекламы. Система показа рекламы – это, наверное, самый высоконагруженный кейс использования Тарантула. И это самая большая ферма Тарантулов, которая у нас есть. Что это такое вообще, ну, система показа рекламы? У нас есть система такая, она называется Target, там, или MyTarget, которая, по сути, показывает рекламу на всех страницах портала. Вот. И представьте себе, вот огромный портал, много страниц, на каждой странице там почти есть реклама, причем рекламных блоков их несколько. И для того, чтобы показать каждый рекламный блок, нужно понять вообще, что пользователю показать. А для этого нужно собрать данные пользователей из нескольких разных источников, все это дело сегрегировать и выдать результат. Вот. То есть на каждый блок там из десяти нужно залукапить все эти источники, сегрегировать, понять, какую рекламу показать. И на все это нужно подождать меньше одной миллисекунды. Опять же, откуда такое требование? Ну, очень просто. Потому что рекламных блоков много, и потому что это на каждой странице, и потому что самое главное, пользователи, ну, уж точно не хотят, чтобы сервис тормозил из-за рекламы. Этого не хочет никто. Потому что, ну, реклама, она и так всех раздражает. Но она является как бы необходимым злом. И поэтому это необходимое зло должно для пользователя как бы ничего не тормозить и не ухудшать его экспириенс. Вот. Собственно, нагрузка на эту систему суммарно порядка 3 миллиона запросов в секунду. Причем 1 миллион из них – это изменения. потому что показы рекламы приводят часто к апдейту профиля пользователя. Собственно, вот это были 3 кейса. Суммарно их очень много. Краткий вывод из этих кейсов, ну, для нас, он примерно такой, что если вам нужно вот в целом сочетать свойства базы и кэша, то есть и надежность, и скорость, и если, в принципе, какими-то стандартными методами простыми, но которыми вы обычно это делаете, не получается этого добиться, то можете рассмотреть Тарантул, и, скорее всего, он эту проблему решит. Спасибо вам большое. Теперь я с удовольствием готов ответить на все ваши вопросы. Спасибо. Есть ли вопросы у остальных докладчиков? Есть. Алексей Найденов, компания Itulabs. Вопрос такой вот. В тех цифрах, которые вы приводили, а можно ли назвать примерный размер, средний размер запроса? Средний размер запроса для какого кейса? Ну, вот хотя бы для последнего. Для рекламы. Или для какого, который вы знаете? Нет, я могу там для любого принадленно сказать. Смотрите, есть ли вопрос в том, сколько данных передается от клиента на Тарантул, да? То есть, когда говорите, размер запроса – это что? Это размер, сколько данных передается на базу и обратно. Там порядок, типа, несколько десятков, сотни максимум байт. На самом деле, мы стараемся максимально всю логику исполнить в базе. Я тут этого не очень сильно касался, но у Тарантула есть хранимые процедуры. И, грубо говоря, в принципе, мы считаем, что нужно как бы логику держать близко к данным, потому что логика, она как бы весит мало, а данные весит много. Все должно быть около данных. Поэтому мы передаем минимально данных между клиентом и сервером. Хорошо. А вопрос организационный. То есть у вас, получается, есть некая логика, которая находится на фронтенде, некоторая логика, которая находится на бэкэнде. А каким образом это деплоится? Это единый репозиторий, если вот эти исходники находятся? Исходники находятся в едином репозитории, деплоятся они, ну, естественно, отдельно. То есть бэкэнды, фронтенды, они деплоятся отдельно. Но это делается как по одним процессам или различными процессами? Это различными процессами, потому что это, скажем так, тут вот как бы есть такая некая хитрость. То есть надо стараться уносить на бэкэн ту логику, которая меняется не очень часто. И чтобы ее релизный цикл не был завязан на релизный цикл всего остального. То есть можно, конечно, туда вынести вообще все, но это плохо, потому что тут еще такая ситуация, что каждый деплой чего-то внутри СУБД может все порушить насмерть, потому что там из-за нагрузки или из-за еще чего-то. Поэтому это лучше делать реже. Поэтому эта логика должна быть очень короткая, простая. Условно говоря, если нужно, я не знаю, просуммировать миллион чисел из какой-то таблицы и записать их куда-то в другую таблицу, то не нужно это все доставать на фронтенд, суммировать и обратно. Нужно сделать все прямо внутри. И это достаточно простая логика, ее нужно оставить там. А если это какая-то там программа из 50 тысяч строк, то лучше ее разбить на какие-то маленькие кусочки и каждый кусочек держать в базе отдельно. Ну это, да, понятная боль, особенно для тех, кто там был когда-либо ушиблен ораклом. А тогда такой еще вопрос. Я правильно понимаю, что вы используете шардинг? Да. То есть мы на самом деле… Есть такое первое правило шардинга – не шардить. Вот. То есть на самом деле, как мы обычно делаем? Мы стараемся использовать микросервисы. То есть вот если есть какой-то сервис, и ему нужно чего-то хранить, то вот все, что он хранит, это там отдельный инстас тарантула, ну вместе там с его репликой. И этот инстас может располагаться на виртуальной машине или просто на реальной даже машине, но так, чтобы на одной машине было несколько тарантулов. Вот. Но если так происходит… Ну это крайне редко. Это вот таких кейсов, там очень суровых, типа как сессии, что для, грубо говоря, для одной фичи, там одного инстаса мало, тогда мы шардим его. Шардим мы все на уровне приложения. То есть правильно я понимаю, что в этом случае транзакции, главное свойство тарантула полезное, между шардами не поддерживается? Да. И вот здесь тоже очень интересная штука. На самом деле, баз данных, где нормально поделиваются транзакции между шардами, я пока еще не видел. Многие это заявляют, но по факту там есть свои нюансы везде. В чем главная фишка тарантула? Что он максимально долго сопротивляется шардингу, и когда уже совсем такая нагрузка, что там типа как Mail.ru, тогда да, придется что-то, типа как-то его шардить и думать тоже про транзакцию, что эти данные мы держим отдельно на разных шардах, потому что нам никогда не понадобятся транзакции между ними. Но еще раз, вот до этого доходит, условно говоря, скажем так, вот до этой планки дойти с тарантулом очень сложно, потому что большинство задач он просто решает на одной машине. Ладно, и тогда вот совсем-совсем последний вопрос, честное слово. Скажите, пожалуйста, что является бэкэндом? Как вы пишете данные? Там какой-то своя лох-бейст база, ну в смысле не база, а файл. У тарантула есть, я понял вопрос, у тарантула есть два движка хранения данных. Один это, как сказать, не то чтобы свой, один это in-memory, то есть это его родной движок, с которым он изначально появился. Устроен он так. Все данные хранятся в памяти, копии данных есть на диске, на диск пишется каждая транзакция, просто влог. И время от времени на диск сбрасывается целиком снапшот всей базы. Снапшот сбрасывается асинхронно в бэкграунде. Пока он сбрасывается, база работает, потому что данные просто, все новые обновления идут в отдельные места. То есть все работает вообще без тормозов. Лог транзакций пишется всегда. Соответственно, лог транзакций, он честный, то есть пользователю дается ответ, только когда запись легла в этот лог. И есть как бы дисковый движок, он позволяет все хранить на диске, причем можно использовать как SSD, так и магнитные диски. Он чем-то похож на… Скажем так, он вырос из гуглового LevelDB. Ну просто мы его там заоптимизировали, потому что там не все очень оптимально было у них сделано, но у гугла. Мы, наверное, когда-нибудь про это отдельно расскажем обязательно, потому что на самом деле этих дисковых движков сейчас очень много. Есть вот TokuDB у MySQL, есть RocksDB у Facebook, и мы их посравниваем когда-нибудь. Но пока нам кажется, что наш он более оптимальный. Ясно, спасибо большое. Вам спасибо. У нас есть еще вопрос из онлайна. Какие минусы или известные проблемы можете назвать для Тарантула? Минусы Тарантула на данный момент такие. Первое – это то, что поскольку мы только начали, скажем так, выводить этот продукт на внешний по отношению к Mail.ru рынке, и у него еще не очень большое комьюнити. Соответственно, поэтому каждый человек, когда при чем какую-то технологию применять, он всегда думает, а что если она не будет работать, у кого я спрошу. То есть да, пока мне неизвестно ни об одном случае, чтобы у кого-то был вопрос про Тарантул, и на него не ответили, потому что мы везде. Мы в Facebook, мы на Stack Overflow, мы просто везде. И, надо сказать, мы всегда эти вопросы ловим и отвечаем, даже если они просто сдуются в воздух. Тем более, когда они сдуются или мне, или кому-то из команды. Но тем не менее, с точки зрения пользователя, я вот себя ставлю на его место, риск такой, наверное, присутствует, и это, ну, пока это может быть даже стоппер для многих людей. То есть мы стараемся это преодолеть. Какие еще минусы? То, что вот нету консистентного шардинга, это то, над чем мы сейчас работаем. То есть, да, я, конечно, говорю, что первое правило шардинга – это не шардить, но тем не менее, как бы, люди все равно хотят, чтобы даже на общем, ну, как бы, когда они дорастают до того момента, когда все-таки нужен шардинг, чтобы он все-таки был уже из коробки нормальный, с поддержкой транзакции. И вот мы тоже постепенно к этому идем. Опять же, еще, наверное, один минус такой, что у Tarantala, ну, как бы, его протокол или его интерфейс, он, он, как бы, такой, ну, проприетарный, скажем так. Плюс у него в качестве языка, у него используется Loa. Loa используется, потому что мы используем LoaJit, это такой самый известный интерпретатор Loa, и он самый производительный среди всех скриптовых языков. Вот. Это, собственно, вот…